Девушки отдыхают Это же опасно Ну да, тогда вместо нас на дороге будет семь маленьких лепешек Как там в школе? У нас будет бал отцов и дочерей Кто-то наденет пышное платье, но только не я Я хочу нормальное, удобное платье Открывай глаза, папуля Какая же ты красивая Мы волнуемся, ведь Элизабет в операционной под общим наркозом Это опасно Любая операция сопряжена с риском Поэтому мы волнуемся Ребят, сюда! Я Эмбер Я Тренд У нас пятеро детей Иногда нас называют самой большой маленькой семьей в мире Но вы можете звать нас просто Джонстоны Семь маленьких Джонстонов Атланта, Джорджия Мы в детской больнице Эгглстон Меня сейчас готовят к операции Элизабет предстоит феморальная остеотомия На правом бедре Оно немного искривлено Поэтому Элизабет прихрамывает Если провести линию от правого бедра до лодыжки, то колено будет немного в стороне от нее Вот что врачи собираются сделать Полностью разрезать бедро Убрать небольшой клин кости Что позволит выровнять бедро А затем ставить пластину на шести шурупах Я есть хочу Я тоже Операции пришлось ждать очень долго Нас пригласили в операционную лишь через три часа после осмотра Надеюсь, скоро появится медсестра, скажет, что пора давать наркоз И меня отвезут в операционную Конечно, операция – это всегда большой риск С одной стороны, она нужна Элизабет для улучшения качества жизни А с другой стороны, это тяжело Всем нам сейчас очень непросто Лис увезли в операционную днем в 20 минут четвертого Операция продлится 4 часа В операционной я всегда нервничаю Никто не знает, чем все закончится Я перенесла немало операций И можно сказать, я привыкла Но все равно каждый раз мне страшно, когда на лицо надевают маску с наркозом Ведь все что угодно может пойти не так Эмбер, слушаю Хорошо, отлично Спасибо Операция закончилась? Да Хорошо, спасибо До свидания Лис перевезли в палату Сейчас нам найдут место Пора идти Идем Как ты себя чувствуешь? Операция только закончилась, я устала и очень хочу пить Как твоя нога? Знаешь, почему-то здоровая нога болит гораздо сильнее Когда я только проснулась, у меня было странное чувство, будто все вокруг замедлилось Боль пришла постепенно Не сразу Покажешь большой палец? Не могу У меня начались сильные мигрени, нога разболелась И кажется, даже начала опухать Когда кому-то из детей делают операцию, я остаюсь в больнице, а Трент ночует дома с остальными Ему приходится выполнять функции мамы Эмма, ты уронила папе на нижнее белье Эмбер и Элизабет сейчас в больнице, а я дома с детьми Я должен оставить на время свои дела и выполнять обязанности Эмбер, а их гораздо больше, чем у меня Пап, на ужин спагетти? Да, спагетти, салат Я купил чесночное масло для хлеба с чесноком, будет вкусным Хорошо придумал Я скучаю по маме, потому что она постоянно говорит мне, что и когда надо делать А папа не говорит, и у меня нарушается режим А ещё мама укладывает меня спать Для него это важно Да Алекс, тебе побольше масла или поменьше? Побольше Чтоб сомневался, всё прекрасно Фарш я поджарил, соус для спагетти готовится Паста варится Я решил позвонить Эмбер Да Привет Привет Как дела? Хорошо, а у вас? Нормально, готовим Готовим Готовишь? А что тебя удивляет? Ну, не знаю, вы никогда не идите дома, когда меня нет Я варю спагетти Алекс, наверное, счастлив Ещё как Как там, Элизабет? Неплохо Прости, что меняю тему, передняя правая конфорка иногда вспыхивает Наверное, прокладка прохудилась Ладно, мне пора Я перезвоню Кто-то в дверь стучится Люблю тебя Пока 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 Вот незадача Соус капает с противня и начинает подгорать Откройте двери, дыма много Начался ад На кухне три противопожарных датчика Так-то лучше Уровень задумления 9 из 10 Ужас Беда поджидает, когда её совсем не ждёшь Подозреваю, что у нас на кухне что-то случилось Хлеб не пострадал Это хорошо Я не удивлена, что папа сжёг хлеб С ним такое уже бывало Хорошо, что только хлеб пострадал И масло тоже Ты сказала, что сгорел хлеб, но не масло Алло Привет Привет Прости, что бросил трубку Да ничего Что произошло? Папа сжёг кухню Я намазал чесночное масло на хлеб И оно протекло в духовку Да В доме семьи Джонстон противень для пиццы не совсем обычный В нём 700 дырочек Надо класть чесночный хлеб на противень для выпечки В нём нет дырочек И расплавившееся масло не вытечет Ладно Люблю тебя И я тебя И мы тебя Всем пока Всё закончилось благополучно Для таких случаев я и вешал потолочные вентиляторы Не забыла поблагодарить меня за это? Уже сто раз благодарила Как там в школе? У нас будет бал отцов и дочерей И ты пойдёшь? Да, сэр Уверена? Да Пойти с тобой? Да Надо приодеться или в джинсах, можно? Приоденься Я сказал Эмми, что с радостью буду сопровождать её на бал, если она захочет Значит, пойдём Ты отлично готовишь, пап Спасибо Мы нашли внизу маркеры, сейчас я раскрашиваю шину, чтобы нога была красивой Лиз стойко перенесла операцию Она вела себя мужественно и спокойно Сегодня мой последний день в больнице, и мы возвращаемся домой Мы едем домой Я пересаживаюсь в кресло-коляску Я три раза пробовала стоять на ногах без гипса Плохо получается Тебе помочь? Да Сегодня я забираю Элизабет домой из больницы Мы провели здесь три дня, и уже хотим к родным Наконец-то домой Скоро приедут мамы и Лиз Эмбер и Элизабет провели в больнице четыре дня В нашей супружеской постели стало холодно и одиноко Я уже четыре дня изнемогаю Скоро мы наконец Прекрати Прости, я пошутил Ты невыносим Дурачься Боже мой Мама приехала, сигналит Когда мы подъезжали, я посигналила, чтобы Трэнд вышел и помог нам Ура, мама дома! Трэнд знает, что нам нужно вынести вещи из машины, помочь выйти, Элизабет Ей очень больно? Я займусь вещами, а ты подготовь кресло Думаю, надо ей сразу отдать ходунки Да, я подам Сейчас поднесу поближе Вот так Пока помощи от Трэнта мы не дождались Зато советов он дает много Только они не помогают Из-за этого я начала нервничать еще сильнее Тише Да А ей можно вставать на эту ногу? Да Не задавай вопросов, подкати нам кресло Все измотаны, устали, ситуация накаляется Палец! Прости Папа, осторожнее Боже мой Привет Привет, Лиз Привет, Элизабет Привет Мам, привет Мама, наконец-то дома, нормально поедим А что вы ели, пока ее не было? Прости, камушек Помощь нужна? Да Эмбер, я возьму, иди вперед, вкати ее, а я буду сзади Эмбер должна сделать все сама, потому что ей придется справляться без меня, когда я вернусь на работу Если сейчас она закатит Элизабет по пандусу, то и потом сможет это делать Держись, Элизабет Элизабет, может, сама попробуешь? Мама сказала, на этой неделе нельзя Я просила этого не делать, пока ей нельзя Анна поспорила с Элизабет на пять долларов, что Лиз не заедет по пандусу сама Давай, давай, давай Думаю, Элизабет не сможет въехать по пандусу самостоятельно По-моему, это в корне неверно Справились! Отлично Я знаю, что точно смогу заехать по пандусу сама Через пару дней, как только слабость пройдет, я обязательно выиграю пари Она не сможет Семь маленьких Джонстонов Ребята, идите сюда Идем Мне нужна ваша помощь Хорошо? Так, вставайте двое с этой стороны А двое с той Я хочу с мамой Хорошо, я встану вот здесь, давай Уже полгода я работаю в агентстве недвижимости Для нашей семьи это что-то новое Целых 17 лет я не выходила на работу Я хочу стать преуспевающим риэлтором И чтобы добиться успеха, я должна рекламировать свои услуги Алекс, бери вот это Это очень важно в моей работе Это что? Наклейка Рынок жилищного строительства Это важно? Еще как Я решила привлечь детей, чтобы они мне помогли Они обожают клеить стикеры И так получается гораздо быстрее Если бы я делала все одна, сидела бы весь вечер А так выходит в четыре раза быстрее И все им весело проводят время Смотри, вышло идеально Здорово, молодец В этой области реклама помогает получить прибыль Может, сделаем билборд? Его все увидят Правда, мам? И забудут Помолчи Билборд – хорошая идея По дороге каждый день проезжают тысячи машин Водители увидят Увидят и забудут Анна подала отличную идею сделать билборд Лучше дать объявления На них обращают больше внимания, чем на эти билборды На билборды тоже смотрят Я смотрю рекламу про еду по телевизору Когда мы куда-то едем Я предлагаю всем сделать телерекламу Потому что многие на выходных просто сидят дома и смотрят телевизор Реклама гораздо полезнее, чем какой-то скучный билборд Это неинтересно На билборд в день смотрят сотни водителей Придется устраивать фотосессию Верно Если мама решит заказать билборд, я сделаю ей прическу и макияж для съемки Нет Надо придумать слоган Алекс, предлагай варианты Маленькая мама – большие дома Может, маленькая мама продает большие дома? Ну, вроде того Да Я придумал слоган Маленькая мама продает большие дома И что вы по этому поводу думаете? Отлично, Алекс, молодец Она меня дразнит Ребят, ну что, пора сворачиваться Вы все молодцы Мы отлично поработали в команде И все сделали Всем большое спасибо Через пять дней после операции Осторожнее с ногой Деньги приготовили Мы с Анной поспорили, что я въеду по пандусу сама Если не смогу, я отдаю ей пять долларов Если смогу, она мне пять Если Элизабет не справится, ничего, мы ей поможем Я обязательно заеду по пандусу сама И заработаю пять долларов Ведь я сильная, как все Джонстоны У этой коляски нет тормоза Она может перевернуться Меня надо подсадить Надеюсь, Элизабет ничего себе не повредит Чтобы снова не пришлось В больницу возвращаться Она только что оттуда вернулась Ну что, готовы? Ладно, поднимайте ее Стоп! Давай! Нет, она может перевернуться Элизабет въехала на пандус И сразу чуть не опрокинулась назад Хорошо, что она это поняла и исправила ситуацию Ее нужно подтолкнуть Давай, толкай вперед, ну Давай Все равно опрокидываюсь Крути колеса, давай, давай Ничего не получится Что такое? У меня не получается Кажется, у меня все шансы на победу Она не поднимется сама Наклонись вперед Прижми подбородок к груди Давай Мышцы напряги Давай, Элизабет Я поднимаюсь выше И думаю, как бы не опрокинуться назад Ведь там отец Не хочу, чтобы он попал в больницу из-за меня И еще я хочу утереть нос родным И выиграть эти пять долларов Наклонись Дыши через рот, давай Вперед, Элизабет Я проигрываю Да Ты проиграешь, ты лузер Наклоняйся вперед, давай Все получится, давай Давай, 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 давай Да Я поднялась по пандусу без чужой помощи Я смогла Ну что, никто не мог, а Элизабет справилась Только посмотрите, сладкий вкус победы Кто-то должен кому-то пять долларов? Пять долларов! Да Смотрите, смотрите Большое спасибо Пожалуйста Если честно, я разозлилась, когда Элизабет заехала наверх Я надеялась, она не справится Ты злишься, потому что лишилась пятерки Я просто злюсь Поехали, молодец, я в тебя верил Я горжусь, что Элизабет справилась Но сама она бы не заехала Нет Слушай, Анна У меня сегодня съемка для Билборда Ты все еще хочешь сделать? Прическа и макияж? Ну, конечно, мам Когда мама попросила сделать ей макияж, я очень обрадовалась, потому что обожаю это занятие Я покажу тебе свою визитку Я хочу выглядеть так же, как там Ладно? Макияж у Анны получается прекрасно А вот прическа Сначала наложим тени Они могут осыпаться Поэтому тональный крем нанесем потом Вообще-то так не делают Нет, так положено Мы с Трентом считаем, что очень важно поддерживать Анну в ее стремлениях быть визажистом Ей нужно чаще практиковаться Тогда она будет профи Я ее мама, и моя задача – помогать ей во всем Будет щекотно А какая у тебя техника? Техника? Ты накладывала светлый, теперь темный Светлые тени зрительно увеличат глаз На нос попало Ничего Ладно Я не профессионал Я совершаю ошибки, но в целом все неплохо Не спускайся на щеки А эту сторону забыла Получится неравномерно Надо красить с обеих сторон одинаково Привет Привет Как я выгляжу? Мне не нравится подводка О боже Не очень, а ты не красивая Спасибо Ладно, теперь прическа На билборде напишут Макияж Анна Джонстон Кто-то решит, крутой макияж А кто-то скажет Отстой, я к такому мастеру не пойду Так скажут все Ужас, Анна Горячо Голове не прижимай Больно Давай закончим и поедем Ну что, приехали Как дела? Спасибо, хорошо Отлично Нашего фотографа зовут Робин Она специализируется на работе с риэлторами в нашем городе Фото нужно для билборда Хорошо Хороший риэлтор должен правильно себя подать Только так тебя будут узнавать Сделаю пару пробных снимков Ну все, все, достаточно Хватит Нормально? Хорошо выгляжу? Волосы торчат Хватит, Анна У вас есть план? На билборде будет слоган Его придумал Алекс, мой младший Маленькая мама продает большие дома Отлично Текст может идти прямо по фотографии Да Ну, вы поняли Этот вариант тоже попробуем Повернитесь немного сюда Вот так Руки положите на бедра Точнее, куда-нибудь в район талии Здорово Похоже на танец маленьких утят И что вам не нравится Помогите ей правильно положить руки Маленьким людям не идет такая поза Может, на бедра или на пояс Фотограф предлагала мне принять позы Которые легко даются людям среднего роста А я больше похожа на лилипута С короткими руками это не всегда красиво Наклони голову вот так Мне нравится Подбородок пониже Скорее бы увидеть фото Согласна Да Кому залачить волосы? На сегодня хватит Семь маленьких Джонстонов Привет Привет Как поживаете? Хорошо, а вы? Спасибо Чем могу помочь? Мы выбираем платье для бала отцов и дочерей Ясно? Платье выбираем для Эммы Мы принесли туфли Платье будем подбирать под них Хорошо, проходите в зал Посмотрим, что у нас есть У нас много красивых платьев Хорошо Девочки нарядятся в красивые платья для танца с папами Кто-то наденет пышное платье Но только не я Я хочу нормальное платье, в котором будет очень удобно Анна, жди здесь, мы в примерочную Пока Она выйдет и все вам покажет Оценишь? Да Анна, конечно, поможет, но не особо С нами же мама Ладно, ты тоже будешь выбирать Не надо Не трогай Анна, ты готова? Да Итак, первое платье Очень красиво Стой там Что скажешь? Мне нравится Но оно очень пышное А мне нравится лиф Вот тут надо ушить Надо найти платье по размеру Желательно Платье придется ушивать Мы маленькие люди У нас короткие руки, ноги Мы не можем надеть платье сразу после покупки Да, не получится, оно будет велико Мне очень грустно Ужас Скучно ждать, пока Эмма примерит все красивые платья Тоска зеленая Время идет, солнце садится Я уже песню сочинила Почему примерка платьев занимает столько времени? В примерочной написано Будьте осторожны, не порвите, не испортите платье Это правда? Ну, что-то типа того Вот и она О, боже Как красиво Платье силы идеально Здорово Меня тревожит только одно Взгляни в зеркало Платье коротковато Если что-то уронишь, не наклоняйся Не поднимай, а то все задницу твою увидят Надо примерить еще одно Да Мне нравится Потрясающе И мне нравится И сидит идеально Тебе нравится? Мне очень нравится цвет и отделка И танцевать в нем удобно Потанцуй Сиреневое платье идеальное Если учесть, что его не надо ушивать Мы примерим еще одно Но это классное Оно идеально Очень красиво Да Идеально село Мне очень нравится Тебе и сиреневое нравилось Мне очень понравилось украшение на бретелях И черное платье не пышное, а прямое Именно так, как я хотела Не знаю, какое платье выбрать Это или сиреневое Давайте я вынесу сиреневое для сравнения Давайте Мы остановили выбор на двух платьях Сиреневое прекрасное Черное великолепное Поэтому теперь Эмма должна выбрать Ну что скажешь? Сиреневое или черное? Думаю, я выберу черное Эмма выбрала маленькое черное платье Мне оно тоже очень понравилось Давай купим черное Да И я с радостью надену его на бал Платье выбрали Эмма! Что? Зайди ко мне в комнату Закрой дверь Я пытаюсь придумать рекламный ролик для телевидения Ясно Я хочу сделать для мамы рекламный ролик Билборд – плохая идея Водители не обращают внимания на билборды Они смотрят на дорогу А когда люди возвращаются домой, они отдыхают и смотрят телевизор Я хочу сделать маме сюрприз Я уже придумал, каким должен быть рекламный ролик Мне нужен реквизит Я копил деньги, и теперь у меня целая пачка Снимем их в ролике Я не знала, что у Алекса столько денег Я копил их втайне ото всех Люблю запах денег Давай У вас много… Сбился Меня зовут Алекс Джонстон Снова сбился У вас много денег, и вы хотите большой… Опять не вышло Ну почему всё так сложно? Ролик же короткий А тебе нужен длинный ролик? Идей не хватает, надо всё обдумать Может, ты что-нибудь придумаешь? Поможешь? Не могу Я уже придумал слоган Маленькая мама продаёт большие дома Надо использовать его в рекламе Может быть так Вы уже видели маленькую? Надо записать У тебя листочек есть? Нет Принеси листочек, запишем наши идеи И карандаш захвати Острый И ластик Ладно Думаю, маме нравится слоган Он весёлый Маленькая мама продаёт большие дома Говори энергичнее, Эмма Маленькая мама продаёт большие дома Маленькая мама продаёт большие дома Неплохо, пожалуй Что ж, неплохо Ну, давай Позвоните моей маме И она продаёт вам дом вашей мечты Маленькая мама продаёт большие дома Маме понравится наша реклама Скорее всего, она очень удивится Но будет нами гордиться Маленькая мама продаёт большие дома Здорово, мне нравится Я кое-что заработала, Алекс Я держала камеру и принесла листочек Держи Спасибо Я приберу деньги, не хочу потерять ни доллара На что потратишь двадцатку? Буду копить Да, сейчас она на мели Маленькая мама продаёт большие дома Анна Да Иди сюда Сегодня мне прислали снимки с фотосессии для рекламного билборда Почему руки такие? А мне нравится Это фото будет на билборде Здесь разместим слоган Кстати, какой? Маленькая мама продаёт большие дома Да, вот здесь Прическа хорошая Ты отлично справилась с прической И макияжем Да Что тут у вас? Прислали снимки с моей фотосессии для билборда Разместим фото в полный рост? Или как? Мы как раз это и обсуждаем Маленькая мама продаёт большие дома Мы решаем Хороший слоган Здесь ты будто держишь дерево Сразу видно, что ты маленькая Папа, по ней и так видно, что она маленькая Вот здесь и здесь тоже и здесь И здесь Одинаковые Привет Привет Как дела? Хорошо Мы изучаем фото, которые сделали для билборда Выбрать вот это или вот это? Нет Выбрать снимок в полный рост или только до пояса? До пояса До пояса Ты стесняешься того, что мы маленькие? Нет Нет, но если этот факт скрыть, мы привлечём Больше покупателей Думаешь, маленький рост отпугнёт потенциальных покупателей? Надо выбрать такое фото, где рост не будет слишком заметен В чём-то он прав В современном обществе маленькие люди должны представлять себя вполне обычными Многих пугают отклонения от нормы Разве по моим рукам это незаметно? В сфере недвижимости твой внешний вид может оттолкнуть клиентов Общество, в котором мы живём, часто нас обсуждает У нас короткие руки и ноги А с головой всё в порядке Это нравится? А слоган слева? Да С одной стороны, мне хочется разместить на билборде своё фото в полный рост А с другой только до пояса Самое главное, что надо подчеркнуть суть Кроме маленького роста, у меня много достоинств Билборд провисит пару месяцев И уже в магазинах маленькую маму начнут узнавать Будут спрашивать, продаю ли я большие дома Конечно Ребята! Джона! Стоп! Соберитесь на минуту, идите сюда У меня сюрприз Сюрприз? Круто! Сюрприз! Мама, папа Что? У меня для вас сюрприз Правда? Какой сюрприз? Не скажу, а то сюрприза не получится Алекс бегает по дому и собирает всю семью, потому что у него есть для нас сюрприз Куда идти? В мою комнату Да Если сюрприз готовит Алекс, мы радуемся Если это делает Анна, нам страшно Что покажешь? Я решила снять рекламный ролик вместо билборда Анны В машине водители смотрят на дорогу, а не по сторонам Очень хочется посмотреть, что же у него получилось Сейчас я вам все покажу Ладно У вас много денег? А дом слишком маленький? Позвоните моей маме Она продаст вам хороший большой дом Да, звоните ей И у вас будет дом вашей мечты Маленькая мама продает большие дома Спасибо Я отдал 30% Эмми, она помогла записать Да Очень хорошо Реклама получилась очень милой и трогательной Алекс снял все на телефон, потратил время на монтаж Он просто молодец Сколько дублей сделали? Примерно 5 15 15 Нет, всего 5 10, может быть Я все думала, откуда у Алекса столько денег? Там было 100 долларов Внушительная сумма Пусть ищут деньги, но я не признаюсь, где они Рекламный ролик круче билборда Вы еще билборд не видели Кто считает, что ролик круче? Не повезло тебе Мы урежем бюджет на билборд и оплатим рекламу на телевидении Тогда она принесет нам уйму денег Нет, деньги нам принесет билборд Оплатим счета и закупим продукты Ты снял прекрасный рекламный ролик Молодец Дай обниму Нет, 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 нет Ну хорошо Антирекламщик Маленькая мама Продает Большие дома Вот здорово Семь маленьких Джонстонов Алекс Да Ты готов? Да, готов Хорошо, надевай куртку Сегодня я показываю клиенту дом И беру с собой Алекса в качестве ассистента Хочешь понести папку? Да Тогда отвечаешь за нее Когда покупатели будут смотреть дом, ты отдашь им это Я беру с собой Алекса на показ дома, потому что он очень заинтересовался моей работой Сегодня я буду показывать особняк, и ему захотелось посмотреть, как выглядят такие дома и помочь мне Мне очень хочется увидеть особняк, потому что я никогда не бывал в таких огромных домах Я очень рад Приехали Ух ты, какой большой дом Да Такие лестницы и колонны напоминают мне Вашингтон Ух ты, как красиво Да, здесь великолепно Моё первое впечатление от особняка – он гигантский Ух ты Какой телек Это гостиная, где собирается вся семья Можно сесть? Конечно Красивое кресло Да Дом продают с мебелью? Ну, чаще всего нет Итак, прошу вас Смотрите В доме пять спален, три ванных комнаты, два санузла с душем, в сумме пять Площадь дома – 588 квадратных метров, а площадь участка – 8 гектаров Более 8 Двухэтажный холл Передаю это вам Большое спасибо Там все информация по налогообложению Изучите ее после осмотра дома Когда мы только увидели особняк, у меня дар речи пропал Очень впечатляет Сейчас мы проходим в просторную гостиную Кресло очень удобное, я его уже протестировал Оно комфортное Мне нравится, что на участке 8 гектаров так много деревьев Нам не придется работать во дворе и подстригать газон Мы будем радоваться самому дому Мне нравится кухня, тут можно приготовить много еды Алекс очень нравится этот дом Он рад, что может показать его клиентам Так он чувствует себя взрослым, потому что может мне помочь Как я уже говорила, вы можете позвонить мне в любое время Я всегда на связи Дом прекрасный, мы перезвоним Хорошо, спасибо Удачно вам добраться Спасибо Мне только что позвонили и сообщили, что билборд готов Мы едем всей семьей взглянуть на него Такого большого маленького человека мы еще не видели Почти приехали Не смотрите, пока я не скажу Мама попросила отвернуться от дороги, чтобы не увидеть билборд, пока она нам не разрешит Идти спиной вперед? Да Это же очень опасно Возможно, после нас на дороге будет семь маленьких лепешек Пока мы идем спиной вперед, мимо нас может промчаться машина, и мы все равно увидим билборд Семь маленьких лепешек Вы готовы? Да Раз, два, три Круто! Мне кажется, что билборд получился классный Я на нем большая, все отлично сочетается Все здорово, я доволен Думаете, его заметят? Конечно! Особенно надпись «Маленькая мама продает большие дома» Люди увидят, что ты маленькая Точно Фото в полный рост смотрится чудесно В самом начале ты был против фото в полный рост Я и сейчас против, но менять уже поздно Эмбер маленькая, и она риэлтор Мы можем использовать ее рост как фишку И ловкий маркетинговый ход Меняй привычное Расширяй границы Будь собой, живи как хочется Получилось круто Я предполагаю, что бизнес будет успешным Я горжусь нашей мамой Скоро телефон разорвется Есть только один способ отпраздновать это событие Что надо сделать, Алекс? Пообедать Поехали Вперед! Начни делать макияж, а я займусь прической Надо помочь папе собраться Иди, мама Сегодня бал отцов и дочерей Анна поможет Эмми сделать макияж А мы с Элизабет займемся прической Закрой глаза Закрой Спасибо Зажмурься Анна разошлась Очень красиво Наконец, цветные тени Тени Эммы того же оттенка, что и свитер Анны А почему вы выбрали сиреневый? Чтобы было ярче Я увидела макияж Эммы и удивилась Он слишком яркий Я немного сотру лишнее Мама решила немного приглушить макияж Эммы Потому что Эмми всего 11 А я же привыкла красить себя Ты должна понимать, что будешь работать с разными людьми Нужно учитывать все особенности Эмма, готова? Да Трент, ты готов? Да Закрой глаза Закрыл Руками Давай, милая, выходи Открывай Какая же ты красивая Покрутись Ты такая взрослая Такие босоножки Эмма выглядит на 17 или 18 Ей точно не Дашь 11 Ты красавица Спасибо Мне даже грустно видеть Эмму Эмма такой взрослой Она очень быстро растет Время летит Она уже не наша маленькая девочка Это радость с оттенком грусти Алис, тебе нравится наряд Эммы? Конечно, нет Эмма похожа на выпускницу Как будто на выпускной бал идет Повеселитесь Люблю тебя Приятно повеселиться Пока Пока Люблю вас Не ждите нас, мы будем поздно Ладно Ну что, ты готова? Да Я счастлив быть отцом Эмма Хочешь потанцевать? Пойдем Если бы меня спросили, хочу ли я запомнить этот момент навсегда Я ответил бы, да, конечно Это особенный вечер только для нас Ты сегодня очень красивая Спасибо Спасибо, что пригласила Пожалуйста Я рада, что папа согласился потанцевать со мной Это особенный для нас момент А следующий год повторим? Не знаю Давай договоримся Я надену тот же костюм, а ты будешь в этом же платье Сделаем вид, что танцуем здесь вечно Может быть Может Я не могу сдержаться и постоянно любуюсь дочерью И горжусь ей Такие моменты бесценны Люблю тебя И я тебя Запомни этот вечер навсегда Продолжение следует...